Техническое перевооружение теплотрассы на улице Фискультурной от Среднесадовой до Нововокзальной идет полным ходом. Сейчас все земляные и демонтажные работы здесь завершены. Специалисты заменили уже 250 метров трубопровода, а это чуть меньше половины от общего объема. Ремонт ведут днем, чтобы не мешать отдыху жителей соседних домов и не создавать помех для движения транспорта. Подрядчики отмечают, старые трубы были в многочисленных заплатках. Новые имеют гарантию 50 лет. Они оснащены специальными датчиками, которые помогут в случае аварии определить место порыва с точностью до метра. Все работы ведутся именно к этому, чтобы максимально поменять старые трубы на новые, потому что здесь участки старые, они с 84-го, по-моему, года. И, соответственно, они уже пришли в негодность, их нужно менять, и меняют их полностью. Как идет процесс технического перевооружения, на этом и других объектах проверили участники штаба по подготовке города к отопительному сезону. Первый замглавы Самары Владимир Василенко отметил, что работы ведутся по графику. Материалов для ремонта тоже достаточно. Всего в этом году обновят 22 участка теплотрасс. Из 15 объектов, изначально запланированных к замене, некоторые уже отремонтированы. Сейчас подрядчики занимаются восстановлением благоустройства. На двух участках, на Артемовской и Алексея Толстого, работы начнут в ближайшие дни, как и еще на семи объектах, которые будут менять благодаря переходу города к единой ценовой зоне. Дополнительные адреса выбрали городские власти вместе с ресурсоснабжающей организацией. Проходила диагностику, наличие скользко труба пролежало, естественно, если диагностика, не прошли экспертизу про безопасность этих объектов. Ну и, естественно, главенствующие это будет пара и рубит. Параллельно в Самаре продолжается ремонт городских котельных. Эти работы, как и на теплотрассах, должны завершить до сентября. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.